Глубоко уважаемые коллеги, дорогие друзья, здравствуйте. Сегодняшняя тема, которую нам с вами предстоит обсудить, обдумать и в дальнейшем применять в своей ежедневной клинической практике, с одной стороны, она, казалось бы, уже довольно известна и в какой-то степени кажется. Что может быть проще, чем соблюдать аспекты первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Но в то же время, как бы не казалась эта тема нам простой и обыденной, на деле это оказывается одним из самых сложных моментов, тем более сегодня мы с вами сделаем акцент на психоэмоциональные факторы риска. Но обо всем по порядку. И если мы будем говорить вообще о факторах риска, как о отдельном предмете научных исследований, клинических исследований, то здесь мы не можем не вспомнить знаменитое фрамингемское исследование, которому на самом деле уже представляете 65 лет. А начиналось все довольно интересно. После Ялтинской конференции в 1945 году, вернувшись при исполненной многих планов для реализации после обсуждения на той самой Ялтинской конференции, от инсульта погибает президент Рузвельт. И после того, как он погиб от инсульта, встал вопрос о создании государственной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И вот тогда в маленьком городе Фрамингем было запланировано и реализовано первое в истории эпидемиологическое исследование. И благодаря этому фрамингемскому исследованию мы теперь совершенно точно знаем, что высокие цифры артериального давления, высокий уровень холестерина ассоциированы со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни в частности. Теперь мы совершенно точно знаем, что такие факторы риска, как курение, низкий уровень физической активности, избыточная масса тела и ожирения являются теми факторами, которые непосредственно влияют и на продолжительность жизни, и на неблагоприятные исходы у пациентов с сердечно-сосудистой патологией. И благодаря этому исследованию было впервые введено понятие фактор риска, которое на сегодняшний момент является общепринятым. Но если мы говорим о низкой физической активности, о избыточной массе тела, о вредных привычках, то безусловно, конечно, мы можем каким-то образом рекомендовать нашим пациентам стараться модифицировать или избегать этих факторов риска. А вот что касается психоэмоциональных расстройств, здесь всё значительно сложнее. Почему? Потому что контролировать эмоциональные факторы существенно сложнее, чем контролировать уровень потребляемой пищи или массу тела или количество выкуриваемых сигарет или сам факт курения. Поэтому акцент и внимание к психоэмоциональным факторам риска в настоящий момент, он особенно актуален. И данные современных исследований показывают, что если мы говорим о пациентах с соматической патологией, с хроническими неинфекционными заболеваниями, в том числе и сердечно-сосудистыми заболеваниями, то число депрессивных и тревожных расстройств у этих пациентов достигает 70%. Это колоссальные цифры, когда мы понимаем, что депрессия и стресс почти в три раза повышают вероятность инфаркта миокарда. Эти факторы являются независимыми предикторами сердечно-сосудистой смерти. У этих пациентов выявляется в большем количестве случаев сердечная недостаточность. И мы понимаем, что последние события, в том числе пандемия, конечно же, они спровоцировали, задумайтесь, 40-кратный рост распространенности тревожных и тревожно-депрессивных расстройств. Поэтому, конечно, об актуальности данной проблемы и данных факторов риска говорить нужно и важно. Тем более, если мы говорим с точки зрения первичной профилактики, если мы говорим с точки зрения трудоспособного населения, то есть эти пациенты, они активно работают, у них нет времени даже иногда и ко врачу прийти. Мы не говорим уже о том, хотя очень активная работа ведется по внедрению диспансеризации, но эти пациенты именно за счет своего бешеного графика, они крайне редко доходят именно с целью выявления факторов риска. Наша целевая аудитория – это лица 35-44 лет, конечно же, в основном это мужчины. Почему? Потому что, как было отмечено в исследованиях, именно в этом возрасте наступает тот момент, кто-то называет выгоранием, кто-то называет жизненным истощением. Но вот этот снежный ком тревожных и депрессивных расстройств, он является таким пусковым механизмом к развитию соматической патологии именно в этом возрасте. И мы понимаем, что именно мужчины в большинстве случаев в этом возрасте являются той самой целевой аудиторией, у которых нам нужно активно выявлять факторы риска ишемической болезни сердца, и мы понимаем, что факторы риска психоэмоциональные тоже в данной ситуации имеют место быть. И мы понимаем, что это как замкнутый порочный круг, что у мужчин с диагностированным жизненным истощением, у мужчин вот этой самой активной возрастной категории, в то же время мы их называем активной, а физическая активность из-за жизненного истощения у них становится крайне низкой. То есть наличие психоэмоциональных факторов риска запускает как снежный ком и иные факторы риска, как низкая двигательная активность, вредные привычки, переедание, гиподинамия и так далее. И мы понимаем, что, конечно же, депрессия и личностная тревожность это те факторы за счет непосредственного или опосредованного влияния, которые потенцируют риск развития инфаркта, инсульта, послеоперационных осложнений, продолжительность госпитализации и риска смерти от всех причин. То есть здесь касается не только сердечно-сосудистых заболеваний, здесь касается в целом вообще соматических проблем у пациентов с психоэмоциональными факторами риска. Ну, что касается данных доказательной медицины, здесь тоже есть убедительные данные и цифра, конечно же, она сильно впечатляет. Увеличение вероятности фатального, то есть смертельного инфаркта миокарда почти в два раза, а риска внезапной смерти в четыре с половиной раза у пациентов с повышенной тревожностью. То есть здесь, коллеги, речь даже не о каких-то верифицированных депрессивных расстройствах или о каких-то серьезных заболеваниях, которые диагностированы и которые требуют динамического наблюдения у специалистов неврологического или, может быть, даже психолого-психиатрического профиля. Это тревожность, это то, что сопровождает любого активного человека. И вот здесь тоже встает такой вопрос о том, что почему мы обсуждаем проблему тревожности в обществе врачей-терапевтов. То есть сегодня мы обсуждаем с вами это как врачи-терапевты, потому что абсолютно не каждого пациента нужно отправлять за лечением к профильным специалистам, я имею в виду, опять же, неврологов, психологов и психиатров. Тревожность – это то, что является, ну, как бы частью нашей жизни. И да, мы понимаем, что это является фактором риска. И именно мы, как терапевты, как кардиологи, как врачи общей практики, должны иметь какие-то инструменты для того, чтобы повлиять вот на эти аспекты, для того, чтобы снизить уровень тревожности и таким образом защитить наших пациентов от неблагоприятных исходов. Если мы обратимся к патофизиологическим основам, то в качестве зоны и органа, которые ответственны за управлением страха и тревожности, лежит мозжечковая миндалина. Почему? Потому что именно в мозжечковой миндалине идет выработка основных нейромедиаторов, в том числе это гамма-аминомасляной кислоты. А гамма-аминомасляная кислота сегодня нас интересует более остальных. Почему? Потому что если мы говорим о хронических заболеваниях, это могут быть как сердечно-сосудистые, так и другие заболевания, заболевания дыхательной системы, просто возрастные изменения, то, конечно, при хронических заболеваниях одним из таких важных патофизиологических механизмов является гипоксия. К чему приводит гипоксия? Гипоксия приводит к тому, что нарушается чувствительность гамм-корецепторов к эндогенной гамма-аминомасляной кислоте. К чему это приводит в виде симптомных проявлений? Это приводит за счет гипервозбудимости нейронов к активации как психической, так и вегетативной активации. Что это имеет место в виде симптомов? Ну вот вы знаете, что у пожилых пациентов, у пациентов с хроническими заболеваниями довольно часто нарушается сон, появляются какие-то страхи, появляются какие-то избыточные и совершенно разные варианты тревожности. С чем это может быть связано? Это как раз может быть связано с этим самым нарушением чувствительности гамм-корецепторов и невосприимчивости их к эндогенной гамма-аминомасляной кислоте. Поэтому вот здесь мы понимаем, на какой субстрат можно оказать воздействие, чтобы каким-то образом компенсировать эту патологическую реакцию и, может быть, каким-то образом изменить чувствительность гамм-корецепторов к этой самой эндогенной гамма-аминомасляной кислоте. Также важно понимать, что нередко, но я думаю, что вы как терапевты знаете это, как никто другой, и довольно часто к нам приходят пациенты, которые имеют массу симптомов, и не только со стороны сердечно-сосудистой системы. Это могут быть симптомы со стороны нервной, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Иногда это могут быть даже некие симптомы со стороны мочевыделительной системы. Иногда симптомы, которые чем-то отдаленно напоминают некие нейроэндокринные заболевания. Важно вот очень четко уметь отдифференцировать и понять. Вот это множество симптомов, это полисистемность и жалоб, и клинических проявлений. Она реально имеет вот такой полисистемный характер, или же во главе угла стоит вот это самое тревожное расстройство. А чаще всего оно именно так и бывает, и не только у молодых пациентов. Нередко это бывает и у пациентов с хроническими заболеваниями. И вот здесь очень важный такой тонкий момент отделить и уметь дифференцировать вот эту полисистемность проявления и ассоциировать ее с тревожным расстройством. Безусловно, еще раз повторю, что здесь колоссальная роль именно врача-терапевта. Именно врача-терапевта, потому что возможность стабилизировать состояние, нивелировать симптомы, она лежит как раз на нас с вами, дорогие коллеги. Очень часто бывают такие ситуации, что если мы предложим нашему пациенту, предположим, пройти консультацию у медицинского психолога, даже у медицинского психолога, это может иметь некий негативный момент. И пациент может, ну, скажем так, отнестись к этому с определенным скепсисом и, соответственно, последствия могут быть разные, даже вплоть до того, что жалобы могут написать, да, реалии таковы. Поэтому вот вопрос такого комбинированного лечения, особенно пациентов с соматической патологией, то есть каким образом мы можем оптимизировать медикаментозную терапию, назначая антигипертензивные, антиаритмические препараты и в то же время каким-то образом влиять на тревожность, это очень важный момент. И, соответственно, мы должны знать, как мы можем на это повлиять. Как мы уже с вами проработали и обсудили, что очень важно воздействовать вот на эти самые рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. И воздействовать на эти рецепторы может препарат фабоматизол. За счет чего? Фабоматизол инициирует транспорт сигма-1 рецепторов в область наружной мембраны. Таким образом, нивелируется нарушение конформации белков мембран и таким образом увеличивается чувствительность рецепторов к гамма-аминомасляной кислоте. Вот так это происходит и, соответственно, мы достигаем важного для нас нейрохимического события, повышаем чувствительность вот этого самого бензодиазепинового участка рецепторов гамма-аминомасляной кислоты. В чем преимущество препарата фабоматизол и назовем это даже не то, что преимущество, а некие уникальные свойства, которые крайне важны как для активных пациентов, так и для пожилых пациентов. В первую очередь эти препараты лишены побочных эффектов, таких как мышечные слабости, сонливости, не обладают негативным влиянием на концентрацию внимания и памяти. Это принципиально важный момент, причем он принципиально важный для пациентов любого возраста. И еще один очень важный момент. Эти препараты не вызывают синдрома отмены, а также лекарственной зависимости. Далее мы обсудим, что принимать эти препараты нужно курсами, то есть в отличие от антиаритмической, антигипертензивной терапии, препарат фабоматизол не должен приниматься постоянно, и об этом вы должны помнить. Но в то же время, если мы прерываем курс, то мы в принципе не должны беспокоиться, что у пациента разовьется синдром отмены. Каковы преимущества использования препарата фабоматизол или в лекарственной сети он называется препарат афабазол? То, что в первую очередь этот препарат снижает чувство тревоги. То есть то, о чем мы с вами говорим, то чувство, которое может сопровождать каждого из нас, и кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то вообще не умеет с этим справляться. То есть это такой вспомогательный компонент. Иногда обсуждаешь какую-то ситуацию с человеком, со студентом, с аспирантом, и зачем ты так эмоционально реагируешь? Канализируйте эмоции, не надо. Вот не каждому это дано. Еще Александр Сергеевич Пушкин говорит, учитесь властвовать собой, не всякий вас, как я, поймет, в беде неопытность ведет. Но не все умеют властвовать собой. Поэтому вот для тех людей, которые не могут с этим справиться, и разработан препарат фабоматизол. Убирает чувство тревоги, снижает раздражительность, напряженность, снижает депрессивное настроение, соматические проявления тревоги. И, что очень важно, вегетативное нарушение. Мы знаем, что по некоторым людям это можно считать визуально. Лицо краснеет или бледнеет, появляется испарина, появляется гипергидроз. Вот и вегетативные проявления, которые нередко сопровождают чувство тревоги. Фабоматизол тоже имеет возможность нивелировать. Так принимается препарат. Препарат принимается в тозе 30 мг в сутки. Мы дальше обсудим, какие имеются формы. И, как минимум, курс составляет 4 недели. Вот у пациентов с артериальной гипертензией было проведено исследование, в котором показали, что добавление фабоматизола к основной антигипертензивной терапии позволило еще лучше обеспечить антигипертензивный профиль и стабилизировать цифры артериального давления у большего количества пациентов. Но, безусловно, мы же раньше как называли гипертоническую болезнь? Болезни от реагированных эмоций. Соответственно, добавив компонент, который подавляет чувство тревоги, мы достигаем оптимизации медикаментозной антигипертензивной терапии. Похожее исследование было проведено у пациентов с фибрилляцией предсердий. Те из вас, которые ведут этих пациентов, а, может быть, работали в стационаре и знают, что практически треть пароксизмальной формы фибрилляции предсердий, они приступы провоцируются за счет каких-то эмоциональных событий, какой-то триггер психологический провоцирует развитие фибрилляции предсердий. А когда к антиаритмической терапии добавляется препарат, который способен купировать чувство тревоги, мы понимаем, что также эффективность этой терапии значимо улучшается. Поэтому вот за счет таких позитивных влияний на эмоциональные и вегетативные проявления у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, это и повышенное давление, и нарушение сердечного ритма, мы можем оптимизировать медикаментозную терапию. Еще очень важным моментом является то, что препарат был изучен у пациентов старшей возрастной группы. И также после четырех недель терапии было отмечено, что динамика основных показателей тревоги по шкале Гамильтона, которые оценивались в баллах, они также значимо уменьшались на фоне комбинированной терапии, которая включала заболеватизол. И еще раз хочется подчеркнуть, что непосредственно на цифры давления, конечно же, противотревожный препарат влиять не будет. Но если к оптимальной медикаментозной антигипертезивной терапии, которая дана в соответствии с клиническими рекомендациями, вы добавите препарат, который еще способен воздействовать на компоненты тревоги, это будет только плюсом и это будет способствовать еще большему снижению цифр артериального давления. Поэтому вот в кардиологии на основании данных исследований, которые были проведены, широко используется этот препарат. И таким образом, частью мы можем констатировать, что даже при лекарственном взаимодействии с препаратами оптимальной медикаментозной терапии этот препарат является безопасным и в каких-то случаях серьезного межлекарственного взаимодействия в виде нежелательных явлений этот препарат не продемонстрировано. Что касается режима дозирования. Здесь тоже позвольте сделать акцент. Акцент заключается в том, что существует две формы препарата. Первая форма препарата это обычная 10 миллиграмм в одной таблетке. Принимается такая форма три раза в сутки после еды. Но есть люди и, скажем так, наверное, для большинства пациентов это было бы удобно. Однократный прием. Однократный прием, потому что он улучшает приверженность. Однократный прием это ретардная форма. Таблетка с замедленным высвобождением. И, соответственно, ретардная форма принимается один раз в сутки. Средняя длительность курсового приема препарата составляет 4 недели. Но при необходимости длительность лечения может быть увеличена. Суточная доза также при необходимости может быть увеличена. Но важно понимать, что мы не можем оставить этот препарат на постоянный прием. И через три месяца после непрерывного приема препарата обязательно мы должны сделать паузу. Чем раньше мы ее сделаем, тем лучше. Но если вы понимаете, что терапевтический эффект не до конца достигнут или снижается после какого-то перерыва, который, в принципе, не рекламентирован, он может составлять 14 дней, может составлять 28 дней на усмотрение врача. Или, как часто приходит к вам пациент на динамическое наблюдение, вы можете возобновить использование ломоматизола совместно с основной терапией. Но перерыв обязательно должен быть сделан. Это принципиальный момент. Так прописано в инструкции по применению. Наша надлежащая клиническая практика должна строиться обязательно в соответствии с инструкцией по применению. И, безусловно, глубоко уважаемые коллеги, с огромным удовольствием я хочу продемонстрировать вам, что в 2022 году вышли методические рекомендации для терапевтов, в которых описано и рекламентировано, как можно диагностировать, управлять и профилактировать осложнения, которые развиваются на фоне психоэмоциональных факторов риска при хронических неинфекционных заболеваниях. Очень рекомендую ознакомиться и активно использовать эти рекомендации в своей клинической практике. В этих рекомендациях еще раз прописано, что определенные препараты, в том числе препарат Афабазол, он может быть назначен терапевтом и, соответственно, терапевт может выявлять, профилактировать и лечить психоэмоциональные факторы риска у пациентов с хронической соматической патологией. Второй момент, на котором бы хотелось остановиться, это вопросы использования ацетилсалициловой кислоты. И вот если мы говорим использование препаратов ацетилсалициловой кислоты в первичной профилактике, то здесь, в принципе, глобально все понятно. Согласно результатам исследований, которые и сейчас продолжают поступать в виде метаанализов тех же, понятно, что у пациентов, которые получали аспирин для первичной профилактики, когда наблюдалась более низкая частота инфаркта миокарда. Но в целом влияние на сердечно-сосудистую смертность этот препарат не оказывал. А если говорить о смерти от всех причин, то здесь даже отмечалось повышение за счет геморрагического инсульта и больших кровотечений. Поэтому у пациентов старшей возрастной группы для первичной профилактики аспиринный тот, кто не показан, он является, назовем это так, вредоносным фактором. А вот что касается вторичной профилактики, то здесь, конечно же, другая история. И мы понимаем, что с целью вторичной профилактики ацетилсалициловая кислота используется и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых катастроф. Но в чем здесь будет загвоздка и в чем здесь как бы такой важный тонкий момент? Существует несколько форм ацетилсалициловой кислоты. Существует желудочно растворимая форма и кишечно растворимая форма. И когда вы назначаете препарат ацетилсалициловой кислоты, вот очень важно понимать, какая форма используется вам. Почему? Потому что эти формы имеют различие, посмотрите, пожалуйста, в абсорбции, в биодоступности и пик присутствия ацетилсалициловой кислоты в крови. Потому что желудочно растворимая форма этого препарата имеет более быструю абсорбцию, как вследствие более высокую биодоступность. Поэтому для практических аспектов важно понимать, что ввиду сниженной биодоступности и низкой абсорбции эквивалентные дозы кишечно растворимой ацетилсалициловой кислоты не могут быть настолько же эффективны, как и желудочно растворимая форма. Поэтому если говорить о выборе препарата, то когда вы выбираете того или иного производителя ацетилсалициловой кислоты, для того чтобы предложить это вашим пациентам, вот желудочно растворимая форма за счет как раз высокой биодоступности и абсорбции является предпочтительной формой. Особенно, если такие формы есть комбинированные с гидрооксидом магния. Почему? Потому что гидрооксид магния, в свою очередь, защищает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а это, как мы понимаем, имеет место в очень важный момент в виде протекции от эрозивно-язвенного повреждения. Ацетилсалициловая кислота, так же, как и нестероидные противовоспалительные средства, это важно понимать и помнить, этот препарат обладает ульцерогенным эффектом. Поэтому, если в комбинации с этим препаратом имеется дополнительное вещество, которое может оказать дополнительную протекцию, его, конечно же, важно использовать, поэтому комбинированная форма с гидрооксидом магния является более предпочтительным вариантом. И вот одним из таких препаратов является препарат тромбитал или тромбитал форте, который как раз комбинирован с магнием. Таким образом, коллеги, мы сегодня с вами рассмотрели такие важные аспекты профилактики, первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений. И, конечно же, больше акцент мы сделали на психоэмоциональные факторы риска. Почему? Потому что, ну, видимо, теперь мы будем говорить о них чаще, больше и громче, потому что пожинаем плоды и коронавирусной инфекции, и всех других перипетий. Поэтому вот эта высокая распространенность психоэмоциональных расстройств сейчас является неотъемлемой частью нашей с вами практики, и кому, как не нам, заниматься профилактикой осложнений сердечно-сосудистых катастроф. К сожалению, да, раньше было недостаточное внимание к данной проблеме, но теперь, в 2022 году, после того, как рекомендации вышли, и теперь мы понимаем, что у нас не только полное право, но и обязанность лечить таких пациентов, коллеги, выявляйте, профилактируйте и смело назначайте терапию, потому что, ну, как бы все понятно, мы с вами в ходе нашего сегодняшнего такого общения виртуального обсудили, то, что таких пациентов много, и не каждого отправишь к профильному специалисту по неврологии, медицинской психологии и психиатрии, да и не надо это делать, потому что у нас есть инструменты, у нас есть такая возможность, и иногда, вы знаете, достаточно просто проявить эмпатию, просто проявить эмпатию к своему пациенту, хотя все понятно, вы устали, и пациент устал, и вот вы сидите, два человека с такими проблемами, просто улыбнитесь и пожелайте здоровья, удачи, и все будет хорошо. Глубоко, уважаемые коллеги, я была очень рада сегодня выступить перед вами, и если у вас будут вопросы для обсуждения, какие-то, может быть, дополнения, какие-то уточнения, с радостью их выслушаю. Спасибо большое. Спасибо.